Это и есть одна из важнейших проблем современного монашества. Потому что если мы вспомним, скажем, тех же монахов афонских, простите, новоафонских в Абхазии в последней четверти XIX века, то там тоже были монахи, подвижники, отшельники, потому что мы знаем, что греческое монашество, афонское монашество подразумевает несколько видов жития. Не только киновийный, то есть общежитийный монастырь, но и скитскую жизнь, и жизнь отшельническую, келиотскую жизнь. Поэтому монахи, которые в 1875 году приехали из Греции, из русского Пантелеймоновского монастыря сюда, в Абхазию, на Афон, на Новый Афон, они привили, вот здесь уже на этой земле абхазской, привили те же ростки жительства по уставам афонским. То есть там тоже появились и скиты, и кельи, где жили по одному, по два, по три человека. Они все имели духовных руководителей. В монастыре, который тогда строился, были действительно опытные старцы, которые могли духовно руководить. И все эти монахи ходили причащаться и исповедоваться в Новый Афонский монастырь. В последствии уже в советское время, во время гонений, как вы наверняка знаете, после разгона Глинской пустыни, многие монахи Глинской пустыни вместе с архимандритом Серафимом Романцовым, с будущим митрополитом Зиновьем Мажугой удалились на Кавказ и жили в Абхазии. Так вот, все монахи, которые подвязались в горах, имели опытного духовника, которым и был ныне прославленный схиархимандрит Серафим Романцов. Они все жили по его совету. Вот у современных монахов нету такого духовника. И они живут сами по себе. И это как раз страшно и губительно для монашеской жизни. Человек живет своим умом. А враг, который намного хитрее человека, может очень легко его увезти не туда. И никто ему не подскажет, и никто ему не поможет, потому что некому со стороны посмотреть на него и подсказать, что у тебя что-то неправильно. И человек, который хотел найти духовника и молился об этом Богу, чтобы Господь ему открыл, они рано или поздно находят духовника. Потому что пастыри, хотя, повторяю, их было всегда меньше, но они всегда были, есть и будут. Пока церковь жива, а она, по обещанию Господа Иисуса, будет до конца этого мира, и врата ада не одолеют ее, будут духовники. Да, их мало, да, их сразу не найти. Но они есть, и надо их искать, молиться об этом, чтобы Господь указал на такого человека.